Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Кто хочет стать губернатором?» И сегодняшний наш гость – прославленный красноярский бандит, уголовник, политический демагог и просто обыкновенный врун Анатолий Быков. Он же Толя Бык. Он рвется к власти в Красноярском крае. И сейчас мы посмотрим, на что он способен ради губернаторского кресла. Здравствуйте, господин Быков! Типа это, здорово, в натуре! Господин Быков, первый вопрос. Для человека с вашей биографией ответить на него не составит труда. В 90-е годы в Красноярске шла война за алюминиевый завод. Так вот вопрос. Кто из этих людей был убит в борьбе за влияние, которое вы вели? Вариант ответов А. Чистяк, Б. Синий, С. Толмач и Д. Ляпа. Опачки, так их же вроде как всех замочили. Правильно, все они были убиты в Красноярске, когда там орудовала банда ракетиров, которые вы сколотили из бывших спортсменов. Господин Быков, вы большой эрудит. Че ты сказал? Кто я? То есть я хотел сказать авторитет. Ты так это, давай не путай. Больше не буду. Переходим ко второму вопросу. Бригада какого авторитета помогала вам решать вопросы с конкурентами? А. Татарин, КВБ, Паши, Цвета Музыки. С. Леши, Солдата. И вариант Д. Саши, Солдата. Че? Саша, Леши, че это такое вообще? Че за братва? Не знаю я таких. Вы можете использовать подсказку «Звонок другу». Кому вы будете звонить? А давай Цвета Музыки. Вместе с ним дела делали так-то. И вот мы в студии звоним Паше Цвета Музыки. Кстати, он сейчас отбывает срок за организацию 4-х убийств 90-х. Поэтому мы звоним в колонию строгого режима. Алло? Слышь, Паша, это Толян Бык. Толик, 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 это ты? Забери меня отсюда. Погоди, погоди, тут дело есть. Бригада какого авторитета помогала мне решать вопросы с конкурентами? Какого? Татаринкова? Толя, забери меня. Правильный ответ, бригада Татаринкова. Следующий вопрос. Для борьбы за власть вы вошли в партию ПР. Как расшифровывается эта аббревиатура? А, пацаны, ребята. Б, правильные разборки. Ц, патриоты России. И вариант Д, попутать рамсы. Итак, ваш ответ. Не торопись, слышь, а то успеешь на дно карьера. Вот такая у тебя будет карьера. Какая классная шутка. Аплодисмент. Вы можете воспользоваться другой подсказкой. Есть такая подсказка 50 на 50. Давай в натуре. Я прошу убрать два неверных ответа и остаются. Ц, патриоты России. И Д, попутать рамсы. О, попутать рамсы. Ответ неверный. Господин Бек, вы проиграли. Проиграли. Че ты сказал? Я, я типа передумал. Выбираю это, патриоты России. Погодите, но вы не можете. И че? Рамсы попутал, совсем нюх потерял. Ну хорошо, только для вас. Принимаем ваш ответ, патриоты России, вместо попутать рамсы. И этот ответ правильный. Следующий вопрос, и он совсем легкий. В каком году истекает ваш криминальный фильтр для судимых за тяжкие преступления, после чего вы сможете баллотироваться в говернаторы? А. 2020 год. Б. 2022. С. 2015, который, слава богу, уже прошел. И вариант Д. 2050. Ты че, какое еще тяжкое преступление? Но, господин Беков, в 2002 году вас признали виновным в заказе убийства Вилора Струганова. Вы же бандит. Кто бандит? Я бандит. Ну все, ты попал. Готовься к чемпионату по прыжкам в воду с бетоном. Уважаемые телезрители, наша программа «Кто хочет стать губернатором» заканчивается по техническим причинам. До свидания и берегите себя.